Мистическая Азия Возможно ли опознать самого разыскиваемого преступника лишь по его лицу? Субтитры создавал DimaTorzok Семь вопросов по поводу лица Она говорит, вы отличный любовник, но занимаетесь любовью слишком быстро Полные губы указывают на то, что... Возможно, он может заниматься любовью очень долго Из четверых он обладает самым сильным сексуальным желанием Уголки рта других людей приподняты, а у него опущены Она заявила, что у вас обоих уголки рта опущены, а мои немного приподняты Приподнятость уголков рта говорит о том, что у человека переполняют сексуальные желания Если уголки рта у человека приподняты, это значит, он переполнен сексуальными желаниями Вам нужно постоянно делать себе массаж вот таким образом Черные пятнышки на носу говорят о том, что у человека есть проблемы в общении с женщинами Светлая область свидетельствует, человек не имеет проблем в общении с женщинами Темное же говорит об обратном Эта область очень хороша Это тоже А это говорит о каком-то недостатке Его сильные стороны — это огромная сила духа и потенциал к высокой позиции в обществе Она говорит, что люди с выраженным желобком над губами имеют проблемы в общении с женщинами Они безрезультатно встречаются с ними многие годы Также эти люди добры Они хорошо известны своим добрым отношениям к людям Что лицо может рассказать о характере человека? Человек — это Вселенная в миниатюре Ро Сэн Гву — физиономист Если сказать проще, человек рождается с духовной силой, которая дает жизнь и контролирует рай и земное существование Энергии ин и ян, которые символизируют рай и земное существование Человек подобен природе Голова человека символизирует небо Ду ву сэнг чон Это значит, наша голова — это небо Голова находится в самой высокой области нашего тела А ноги — это земля, поскольку мы стоим на земле Без Солнца и Луны мы не смогли бы характеризовать что-либо Как крупное или мелкое, высокое или низкое, угловатая или округлая Солнце и Луна помогают нашим глазам определиться Восточная философия учит, левая сторона — это ян, а правая — инь Поэтому левый глаз — это Солнце, а правый — это Луна Это закон природы Инь и ян — это различия между мужчиной и женщиной Инь и ян характеризуют все противоположности Вселенной Если обобщить, то существует лишь один инь и один ян И один из них — это сила, а другой — слабость Мужчина — ян, а женщина — инь Мужчина — ян, а значит сила Женщина — инь, значит слабость Поэтому мужчина — ян, а женщина — инь Все, что проистекает наружу — это ян А то, что втекает внутрь — инь Светлая сторона — это ян А затененная или просто темная — инь Внешний мир — это ян, а внутренний — инь Лицо разделено на пять областей Восток, запад, юг, север и центр Которые обязательно проявляются у каждого из нас О-эк — пять возвышенностей Нэм-эк — лоб Джанг-эк — нос Сео-эк — левая щека Донг-эк — правая щека Бак-эк — челюсть Также есть еще четыре впадины Среди них ушные отверстия, глазницы, ноздри и рот Са-док — четыре впадины Гэнг-док — ушные отверстия Ха-док — глазницы Хо-э-док — рот Дже-док — ноздри Области, которые должны приподниматься над остальными Приподнимаются, как и те области, которым суждено быть несколько погруженными Это закон природы Поэтому можно сказать, лицо без каких-либо отклонений и канонов природы — самое красивое Сэм-джонг — три области лица Бал-джаэ — это линия между лбом и линией волос Область лица между бал-джаэ и губным желобком носит название ин-дэнг А область лица между губами и подбородком считается базовой линией Сэм-джонг Сэм-джонг — верхняя область Удача в раннем возрасте Джанг-джонг — средняя область Удача в среднем возрасте Ха-джонг — нижняя область Удача в зрелом возрасте Когда размеры этих трех областей сбалансированы, говорят, Человека будет преследовать удача всю его жизнь. 12 гангов. 12 областей лица, рассказывающих о судьбе человека. Лицо человека поделено на 12 важных областей, но самая основная из них — это мюнг-ганг. Она расположена по центру лба и носит название мигэн или индэнг. Мюнг-ганг — дворец судьбы, центральная часть лба. Мюнг-ганг говорит о вырожденных человеческих талантах или везении. Человек с обширной центральной частью лба всегда очень энергичен и полон оптимизма. Если же эта область слишком узкая, человек будет неподвижным и тяжелым на подъем. Эта область носит название ваджем. Она похожа на спящего тутового шелкопряда. На лице обязательно должна находиться область ваджем. Джен-йо-ганг — ваджем, спящий тутовый шелкопряд. Темная область под глазом. Человек с некрупной областью ваджем меньше расположен к заведению потомства. У бывшего президента Республики Кореи, Ли Сынмана, область ваджем была слишком нечетко очерчена. У него был вид, будто он постоянно плачет, его глаза были вечно опухшими. Во время его президентства мы ввязались в Корейскую войну, которая привела нашу страну к кровавой революции 19 апреля. У него не было детей. Джей-бай-ганг — дворец изобилия. Кончик носа. Говорит о возможном благосостоянии человека. Бумо-ганг — дворец родителей. Область лба над каждым из глаз. Область Бумо-ганг может рассказывать нам о ваших родителях, братьях и сестрах. Улица предсказателей по лицу. Храм Вонг-Тайшин. Гонконг. Гонконг. Какая область лица самая важная? Во-первых, глаза. Глаза играют важную роль, когда мы пытаемся прочитать вашу судьбу. Если все тело, от головы до пальцев ног, принять за 100%, глаза дают нам 30% всей информации. Вы можете изменить все от носа и подбородка до век и так далее при помощи пластической хирургии. Но ваш взгляд останется неизменным. В Японии есть поговорка. Глаза говорят о человеке не меньше его рта. То есть глаза человека говорят нам, что у него на уме. По глазам вы можете проследить за человеческими эмоциями и мыслями. Также по ним можно узнать, жестокий ли это человек или сердечный. Вас, кажется, преследуют ужасные воспоминания о детстве. Возможно, что-то связанное с сексуальным насилием. Те ужасные воспоминания отзываются в вашем сердце болью. Я уже смутно помню те события, но у меня болезненное воспоминание о седьмом классе. Я молилась Богу множество раз. Хотя я вроде и справилась с этим, но, кажется, не избавилась от всего этого до конца. Чтение по глазам Джил Йон – чтец судьбы по глазам. Чтение по глазам – это часть тибетской философии. Что бы человек ни делал и о чем бы ни размышлял, все это сразу же отражается игрой света и тени в его глазах. Вы не можете никому отказать. Вы соглашаетесь со всем, даже если это вам совсем не нравится. У вас столько всего накопилось внутри, и вы постоянно обвиняете себя в этом. Да, я ни с кем не делюсь своими проблемами. Это разрушает вас изнутри. Тело стремится раствориться в Солнечной системе и выйти за ее границы в открытый космос. Но не может выйти за границы клеток, молекул и ядер – электронов и протонов, вращающихся вокруг ядер. Это и есть наша Солнечная система. Путешествуя в ней и внутрь себя, вы обязательно столкнетесь с одним и тем же феноменом. Через глаза мы можем познать Вселенную. Глаза Далай-Ламы почти не имеют узора. Его глаза наполнены золотым знанием. Но есть еще кое-что. Вокруг его глаз есть ранки, будто сделанные ножом. Когда человек достигает нирваны, он не может оставаться в этом земном мире. Но человек обязан оставаться на земле, чтобы общаться с остальными. Поэтому Далай-Лама несет свой крест в виде тихран, чтобы иметь связь с земным миром. Вы же знаете космологиста Стивена Холкинга. Все энергетические пути нервной системы стекаются в область глаз. Но его энергетические пути впадают прямо в глаза. Энергия заполнила радужную оболочку глаз. У него типичный характер. Субтитры создавал DimaTorzok Что значит хорошее лицо? Используя цифровую фотокамеру, мы можем сфотографировать человека справа и слева, чтобы удостовериться, сбалансировано ли его лицо или одна из сторон несколько крупнее другой. В зависимости от того, какая из сторон лица чаще всего находится на подушке во время сна, подвергается изменению и ряд зубов человека, так как одна из сторон испытывает большую нагрузку во время сна. Мурасава Хирота. Профессор, эксперт в области человеческого лица. Женский университет Шоина. Осака. Япония. Когда у нас выпадает зуб или появляется дупло в одном из зубов, мы можем жевать пищу здоровыми зубами с одной стороны нашей челюсти. В этом случае та сторона челюсти, которой мы пережевываем пищу, становится пластичной. Важно использовать и правую, и левую части челюсти во время пережевывания пищи, чтобы сохранить ваше лицо сбалансированным. Исходное изображение. Симметричное изображение, используя левую сторону. Симметричное изображение, используя правую сторону. Симметричное изображение. Хорошее лицо, согласно физиогномике. Давайте я поясню вам, что такое хорошее лицо. Лоб должен быть широким, как вертикально, так и по сторонам. Брови должны быть темными, густыми и продолговатыми. Глаза обязательно должны быть большими, с нежным взглядом и слегка наклоненные к низу. Нос плотным, а его крылья округлыми и пухловатыми. Губы должны быть большими и одинаковой толщины. Кончики верхней губы должны быть слегка вздернутыми. Уши, большие и чистые, ушные раковины, должны иметь четкий рисунок, а мочки должны быть пухловатыми. Если вы будете часто массажировать мочки ваших ушей, это обязательно принесет вам удачу. У него лицо героя, любая женщина влюбится в него. Секрет его популярности кроется в нежном взгляде. Он постоянно улыбается. В уголках его глаз мы видим три четко очерченные морщинки. Это типичное лицо лавеласа. Расстояние между глазами довольно узкое. Такие люди умеют отлично концентрироваться и очень агрессивны. Поэтому он выбрал верхнюю позицию, позицию форварда в футболе. У него агрессивный взгляд, поскольку глаза близко посажены. Среди всех президентов США он, возможно, самый агрессивный. Должно быть, он прожил превосходную жизнь. Губы указывают на то, что он способен подобрать замечательную команду под своим началом. Он легко завоевывает власть над мужчинами своего возраста. У этого человека ветреный характер. Его лицо очень сухое, подбородок прямой, что значит, он способен на необдуманные поступки. Но общая картина говорит мне о том, что этот человек очень ветреный. У этого человека хватает ума, чтобы просчитать всевозможные варианты. Но на деле он не применяет их. Она чрезвычайно умна. Блеск лба говорит нам, что эта женщина обладает недюжинным умом. Уэнг Куинфу. Физиогномист. Гонконг. У Энди Лау орлиный нос, слегка напоминающий клюв. У него сильная воля, и он не способен принимать неудачи. Я замечаю в нем неукротимый дух, но контур его лица слишком обширен. Сейчас у него сложный период в жизни, но в последующие годы удача вывернется к нему лицом. К 50 годам он проделает большую работу. Он работает за четверых или даже за пятерых. У него густые брови, и все в порядке с ушами. Его сколы очень выпуклые, но область лица под ними очень сухая. Возможно, он постоянно испытывает какие-либо неприятности. Тучные люди не сталкиваются с невзгодами, поскольку, заработав деньги, они сразу же покупают себе еды и наслаждаются ею. У Лесли Джанг отличное лицо. Его брови именно такие, какие должны быть. Поэтому он не испытывает недостаток в друзьях. У него примиленький нос, который принес ему достаток в жизни. Но слабая сторона Лесли – это его голос. Он настолько высок, кажется, что вы разговариваете с женщиной. Голос очень важен для человека. Если его глаза горят, а голос очень звонкий, даже если его уши и нос будут иметь свои слабые стороны, у него не будет возникать никаких проблем. Но если отличное лицо дополняется слабым голосом, у этого человека появляется масса проблем. У Лесли Джанг отличное лицо, но голос слабый и невыразительный. Поэтому он испытывает проблемы всю свою жизнь. Однажды он сильно устанет от всего этого и покинет этот мир. Улица предсказателей по лицу Шинджуку, Япония. Когда мы встречаемся взглядом с другим человеком, наше лицо производит на него 99% впечатления о вас. Неужели лицо несет 99% информации о нас? Брачное агентство. Она сделала фотографию светлее, чтобы завуалировать недостаток подбородка. Но вместо этого он стал более заметным. Есть и еще один человек, возрастом совпадающий с этим агентом. Она дочь дантиста и только что окончила учебу в университете. В своей анкете она написала, что ищет спутника жизни не с красивой внешностью, а с добрым сердцем. Но когда мы свели ее с несколькими претендентами, она сразу же начала судить их по внешности. Поиск идеального супруга. Я нашла человека, с которым мое сердце смогло успокоиться. Думаю, каждый чувствует что-то подобное, когда находит такого человека. У людей появляется чувство вроде такого. Девушка, с которой я сегодня встречаюсь, подходит мне во всем. Я считаю, что выражение лица, голоса и даже жестикуляция создают первое впечатление о человеке. Разным людям нравятся разные типы внешности, но важно и то, как люди себя ведут. Впечатление о человеке складывается не только на основе особенностей его лица, но и на общем взгляде на человека. Мне постоянно говорят о том, что при первой встрече я всегда произвожу очень ординарное впечатление. Но спустя какое-то время люди меняют свое мнение. Потому что я говорю без умолка и постоянно улыбаюсь. Ее лицо выглядит очень ясным. Именно такое, которое любят большинство людей. Она подала свою заявку всего лишь три месяца назад, но ею заинтересовались уже 37 мужчин. Сегодня в 9.30 утра недалеко от Ечион сеульское полицейское отделение Йонг Сан поймало 34-летнего подозреваемого по фамилии Сёнг и в данный момент переправляет его в Сеул. С вами была служба информации и я, Джун Хё Сён. Личная и судьба близнецов. Какая между вами разница в возрасте? Я на 15 минут старше своего брата. Мало кто может выдержать 15 минут болевых ощущений. А моя мама выдержала эту боль, когда рожала сначала меня, а потом и моего брата. Да, мой брат появился на свет спустя 15 минут после меня. Он постоянно упоминает эти 15 минут, потому что я старше него всего лишь на 15 минут. Тот, что меньше роста, мой брат. Когда нас не могут различить, мы говорим, тот, кто выше, это я. В фотографии в документах нас не отличить, но когда мы запечатлены вдвоем на фотографии, это вполне возможно. Если вы предсказываете судьбу по дате и времени рождения, получится, что двойняшки определенно разделят судьбы. Но если предсказания ведется по лицу, их судьбы не получаются одинаковыми. Все зависит от того, кого человек повстречал и где прожил свою жизнь. У них могли бы быть разные учителя, друзья и определенно разные супруги. Они бы жили в разных местах. Из всего этого вытекает, что предсказанные по лицу судьбы не совпадут. Лицо старшего брата можно сравнить с лицом китайского персонажа Тонг. Лицо младшего брата такой же длины и размера, но оно шире, чем у его брата. Поэтому оно напоминает лицо другого китайского персонажа, Му. Лицо старшего брата более угловато. Его зубы хорошо заметны, что делает его похожим на китайский персонаж Тонг больше, чем на персонаж по имени Коу. Старший брат не интересуется политикой и дипломатией. У него хорошо получается работать с вещами, которые требуют к себе педантичного отношения. Область лица под глазом носит название Ваджем. И эти области у наших братьев различаются. Область Ваджем старшего брата легко сравнить с той же областью, но уже младшего из братьев. У старшего брата области Ваджем сдвоены, что говорит о том, что, возможно, у него будут проблемы с заведением потомства или женой. Нос младшего из двух братьев очень прямой, будто вырезан из дерева. Он располагается под острым углом, а переносица находится очень высоко. А нос старшего брата выглядит так, будто когда-то был сломан, из-за чего рисунок лица очень изменился. Возможно, он серьезно задумывается над какими-либо экстраординарными поступками, которые собирается предпринять в своей жизни, или совершенно не собирается предпринять. Вы говорите об этой области? Да. Шрам может изменить рисунок лица. Улица предсказателей по лицу, улица Темпл, Гонконг. Шрам может изменить рисунок лица. Виртуальное лицо. Виртуальный идол поколения. Кэй Йошимитсу, глава компании, студия Кака. Кака – виртуальный идол поколения. Она виртуальная певица или виртуальный идол поколения. Персонаж, смоделированный на основе лиц знаменитых людей. Области лица, которые вызывают самые действенные впечатления, такие как глаза и рот, были сильно выделены, чтобы создать различные выражения лица. Я пытался сделать ее сексуальной путем изменения формы губ, например, добавляя им блеска и морщинок. Я пытался сделать ее. Я пытался сделать ее. Я пытался сделать ее. Ро Сён Граэ, глава группы разработчиков компьютерной игры «Тантра». Игра основана на индийском мифе. В Индии есть три основных бога – Брахма, Вишну и Шива. События игры разворачиваются во время войны этих трех богов, в которую ввязались и их последователи. Игра позволяет вам принять одну из сторон, а затем сражаться против остальных последователей и самих богов. Это мужчина? Да. Я не очень понял, что создатели игры хотели сказать этим персонажам. Но, в общем и целом, он выглядит как человек с четкими и твердыми желаниями, который привык добиваться своего. Это так? Да, мы его таким и задумывали. Брови персонажа выступают вперед, и несмотря на то, что глазницы очень крупные, глаза в них невелики. Оперируя физиогномическими терминами, их можно назвать орлинами. А переносица персонажа очень прямая, будто ее вырубили из дерева одним взмахом топора. И это говорит о том, что он не привык быть лидером, рисоваться перед другими или вмешиваться в чужие дела. Так он что-то вроде серого кардинала? Да, хотя он и не любит выделяться, но он всегда неподалеку и готов прийти друзьям на помощь. Думаю, это как раз то, что и задумывали разработчики этого персонажа. Кин Джин Сео, разработчик игры. Лицо нашего персонажа почти полностью покрыто волосами, и я для них выбрала серебристый цвет, чтобы придать нашему герою таинственности. Это герой, который не выпячивает свою отвагу, а одержится поодаль, чтобы охранять женщин. Меняется ли лицо? Человеческое лицо меняется каждые семь лет. Когда Тунг Чихва, глава особой административной территории Гонконг, был молод, эта область его лица была очень широкой. Если эта область лица у человека широкая, значит он очень работоспособный. В молодости эта часть его лица была обширнее. У его жены полные щеки, что добавляет ему еще удачи. Давайте взглянем на это изображение. Эта область лица сохранила свою обширность, а эта все еще полновата. Вот почему человеку необходимо сохранять лицо в порядке, точно так же, как и свое сердце. Нижние части лица этих двух людей в порядке. Эта пара проживет вместе долгую и счастливую жизнь. Некоторые лица приносят благосостояние, но другие — неудачи в жизни. Например, разлад в семье. Это фотография миллиардера из Гонконга, сделанная в молодости. Эта область на лбу выглядит обширной. Видно, что он очень умен. Эта область лица все еще сохранила свою обширность, не так ли? Можно заметить, что с годами его лицо почти не изменилось. Когда мы судим человека по его внешности, важно тщательно вглядываться в его глаза, а также обратить внимание на форму черепа и пять органов чувств. Это его фотография, но уже 50 лет спустя. Хотя это изображение одного и того же человека, мы можем заметить, что на этом глаза выглядят гораздо печальнее. Но глаза с верхней фотографии имеют решительный взгляд. Поэтому мы должны сохранять части нашего тела в порядке и постоянно подвергать изменению наш разум. Это фотографии правительственного чиновника из Гонконга. На этой эта область очень обширна. Но позиция не изменилась. У каждого человека есть черты, которые остаются неизменными. И черты, которые подвергаются изменению в процессе повседневной жизни. Это фотографии одного и того же человека. Он политик. Его взгляд остер, но нос его подвел. Он изменился из-за воздействия на этого человека образования, знания и опыта, а также физических факторов влияния. Лицо постоянно меняется. Оно меняется с изменением мозговой деятельности. Когда вы представляете или думаете о чем-либо грустном, лицо также выражает грусть. Но если у вас в голове возникают счастливые мысли, вы начинаете улыбаться. Као Юнг Хуф Жуанг. Компания «Макияж для улучшения судьбы». Мы накладываем макияж, чтобы выделить кондур лица. Макияж изменяет лицо. Если нельзя без особого труда изменить стиль прически или контур лица, мы прибегаем к помощи макияжа. Косметика чрезвычайно важна для женщин. Она помогает изменить форму бровей, губ и стиль прически. Мы также легко можем изменить общий внешний стиль человека. Изменить в нем все, от головы до пят. Когда мы работаем над изменением, лицо также подвергается этой процедуре. Она носит название «Макияж для улучшения судьбы». В Японии есть поговорка «Сердце важнее лица». Ее смысл таков. Сердце играет более важную роль, чем лицо. На современный лад ее можно понять так. Внутренний мир никак не согласуется с внешним. Человек может быть очень храбрым, но если это не читается по его лицу, в это никто не поверит. Как-то я задумался над тем, как можно при помощи лица показать, что я обладаю необходимыми навыками для моей новой работы. Моя жена сказала, что внешний вид не менее важен в выражении лица. Хигашитани, работник офиса. Мне нужно измениться, поэтому я здесь. Вы уже придумали для себя образ? Я продавец, поэтому хочу, чтобы мой образ запоминался надолго. То, что любой запомнит на всю жизнь, взглянув лишь однажды. Впечатление длится очень долго. Мы просто изменили стиль прически, но вы выглядите обновленным. Вам подровняли волосы по базовой линии, и это принесет вам удачу в скором времени. Вы настоящий волшебник. Просто великолепно. Я часто слышу от других, ты выглядишь моложе, замечательно выглядишь, или даже, это так незаурядно. Думаю, это поможет мне в моей работе. Внешность, выражение лица, общий вид тела или лица, все это помогает нам представить себя на суд других людей. Думаю, сейчас проще показать свою индивидуальность остальным, чем это было раньше. Тот факт, что мы можем без труда изменить нашу внешность посредством нанесения макияжа, позволяет поверить в то, что с макияжем мы полностью преображаемся. А с этим приходит и вера в то, что мы можем начать новую счастливую жизнь. Он изменил линию бровей, и его лицо стало более выразительным, а также визуально удлинилось. Теперь его взгляд стал сильнее. Его также постригли и освободили часть лба от свисавших на него волос. От этого выражение лица изменилось, стало более позитивным. После стрижки лоб освободился от волос, отчего добавилось немного блеска, и лицо стало притягивать к себе. Вы говорили вашим коллегам о вашем будущем изменении? Я сказал им, чтобы они ожидали увидеть не меня, а кинозвезду. Тренировка мышц лица Это мускулы лица. Займемся их тренировкой. Кожа состоит из верхнего слоя, нижнего слоя, соединительной ткани и некоторых остальных слоев. Это жировая прослойка. Мышцы расположены как раз под ней, и вы можете изменить состояние вашей кожи, а значит, выражение и вид лица посредством тренировки этих мышц. Вы добьетесь успехов, если будете правильно пользоваться этими мышцами. Когда вы улыбаетесь, вы задействуете мышцы вокруг глаз. Они носят название кольцевые мышцы. Это они создают особое выражение вокруг глаз. Одна из этих мышц расположена точно под глазом. И если эта мышца сжимается как нужно, щека принимает нужную форму. Это кончики рта. Когда эти мышцы сжимаются как нужно, человек улыбается по средствам при поднимании кончиков губ или делает злобный взгляд при опускании кончиков рта. Видите, строение этих губ практически идентично. Обладатель таких губ наверняка очень счастливый человек. Эти люди смеются с таким наслаждением. Если человек хочет добиться успеха в жизни, он непременно должен постоянно держать улыбку на лице. Хорошая улыбка располагает к себе остальных. Улыбчивое лицо выигрывает на фоне просто красивого лица. Когда вы налаживаете взаимоотношения или берете интервью у кого-либо. Лицо меняется с появлением новых мыслей в голове. Иными словами, мозг руководит нашим лицом. Когда вы думаете о грустном, ваше лицо становится угрюмым. Ну а если вы постоянно думаете о чем-то приятном, у вас обязательно будет счастливое выражение лица. Самое важное, чему учит физиогномика, четыре столба судьбы. Это гораздо важнее самой физиогномики как таковой. Она далеко не так важна, как ваше сознание. Другими словами, лучше иметь хорошее лицо, чем родиться в счастливый день. А еще лучше родиться умным. С умом вы добьетесь расположения судьбы. Как только я просыпаюсь утром, первым делом смотрюсь в зеркало и улыбаюсь себе. Делаю это, пока не пойму, что сегодня отличный день. Только после этого умываюсь и бреюсь. Затем хлопаю себя по лицу, чтобы зарядиться энергией на ли. Люди хлопают себя по лицу, чтобы взбодриться и оживить свое безжизненное лицо поутру. Множество раз, пока оно не заболит. Мне 81 год. Только так я могу почувствовать себя молодым и здоровым. Я хлопаю себя по лицу, чтобы придать себе заряд дополнительной энергии. Наслаждаюсь лучами солнца и улыбаюсь всему на свете. Только так можно стать счастливым. Множество раз, пока оно не заболевает. Множество раз, пока оно не заболевает. Пилицейские остановили меня на входе, но я уже к такому привык. Это происходит каждый божий день. Однако меня сильно нервирует тот факт, что через сотни метров меня вновь останавливают. Ким Духан – известный персонаж злодей. Я заметил, что люди никогда не заговаривают со мной, пока я не начну разговор первым. Они не подходят ко мне, но говорят обо мне за моей спиной, потому что моя внешность создает дистанцию между мной и остальными людьми. Я не могу сказать, что я не могу сказать, что я не могу сказать, что я не могу сказать. Дженг Джан Бьём Дженг Джан Бьём – известный персонаж злодей. Раньше я часто пересекал мост через реку Хэнгэн, чтобы добраться до работы. И когда я попадался на глаза под рулю, меня постоянно останавливали. Хотя других людей отпускали сразу же после визуального осмотра. Один и тот же полицейский каждый день останавливал меня, а иногда и заставлял выходить из машины. Пэрк Сэнг Хён – известный персонаж злодей. Я себя прекрасно чувствую в мужском обществе, но когда полиция останавливает меня во время свидания с девушкой, мне становится не по себе, а главное – очень стыдно перед дамой. Что вы делаете, чтобы улучшить своё лицо? Смотрюсь в зеркало множество раз на дню. Насколько именно? Даже и не сосчитать. Я смотрюсь в зеркало после душа и стараюсь улыбнуться и даже рассмеяться просто так. Я часто смеюсь, чтобы доставить себе радость, а также постоянно думаю о чём-то приятном. Улыбнитесь. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Загадочный и удивительный мир Дальнего Востока. Такой, каким вы его никогда не видели. Вы познакомитесь с ним благодаря занимательному документальному фильму «Шокирующая Азия». Захватывающее путешествие по континентам загадок и тайн. Вы увидите самые поразительные ритуалы в мире. Здесь тысячи пилигримов протыкают своё тело иглами и копьями и двигаются в состоянии транса, пока не падают без сознания. Шокирующая Азия. Поразительное, беспрецедентное зрелище. В красных кварталах азиатских городов можно увидеть поразительную картину «Полумужчина, полуженщина». Странная маскировка. Трансвеститы и их проблемы. Новые методы смены пола, практикуемые впервые, когда Ибрагим превратился в Айзин. Шокирующая Азия. Она заворажит вас. Развлечения в Японии. Самые беспощадные женщины в мире. Странные представления в скандальных театрах, где можно увидеть любые истязания. Шокирующая Азия переведёт вас через границу возможного. Занятие любовью в известной гостинице. Посмотрите поближе на комнату влюблённых. Ужасное путешествие в царство мёртвых, где стервятники едят человеческие трупы. Шокирующая Азия. Насладитесь великими музеями Азии. Посмотрите на эти экзотические страны. Вы никогда их такими не видели. Секс и грех. Загадка и тайна. Азия. Более интригующая, чем когда-либо. Странный, суровый мир. Единство божественного и демонического. Кровожадный, больной, грешный мир. Шокирующая Азия. Ужасные схватки уродцев. Мы также побываем на похоронном дворе возле реки. Шокирующая Азия. Эти кадры поражают. Этот фильм должны посмотреть все. Шокирующая Азия. Путешествие в мир неизвестного. Люди западного мира слишком замкнуты в своей культурной среде, вместо того, чтобы оглянуться на другие страны и почерпнуть мудрости, знания, которых не хватает в нашей материальной жизни. Дальний Восток очаровывает тех, кто хочет избавиться от давления повседневной жизни и посетить мир фантастический. Азия наполнена загадками. Странная красота, тайны и необъяснимые явления. Азия – место для тех, кто любит путешествовать. Для мечтателей и простых туристов. Азия – одновременно рай и ад больше, чем для двух с половиной миллиарда человек. Азия – дом половины населения Земли. Азия – огромное пространство, полное контрастов. Здесь мы увидим не только известные города и страны. Острова, украшенные экзотической растительностью и самые высокие горы в мире, но и многонациональную толпу религиозных деятелей и простых тружеников. Азия происходит от сирийского слова «отсу», что означает «рассвет». Этим словом древние греки называли себя, полагая, что являются центром мира. Но они ошибались. И только в средние века, когда путешественники Колумб и Васка де Гама обнаружили другие материки, другие культуры, эта теория потерпела крах. Невозможно описать Азию словами. Азия никогда не раскроет нам свои секреты. Здесь всегда есть что-то загадочное. И здесь всегда будет чем шокировать приезжих. В мире есть светлые и темные стороны. Человек познает мир лишь когда видит его светлые и темные стороны. Мы с вами попутешествуем по Азии и постараемся увидеть этот удивительный мир с разных сторон. Восточные заповеди и табу. Шокирующая Азия. Часть вторая. Последние табу. Гуляющие по огню. Кровожадные бои азиатских быков. Смертельные традиции лам. Беспощадные бои. Эксклюзивные съемки. Выживание через пытки и самобичевание. Строгие табу. Подводный дворец захоронения. Город мертвых. Жертвоприношения. Шокирующие кадры. Последние табу. Различные формы садомазохизма. Тысяча одна арабская ночь. Мечта на продажу. Подпольные шоу. Строгие табу. Последние табу. Демоны тьмы. Гостиницы клетки Гонконга. Путешествия в ад и обратно. Страдания наркоманов. Экстремальные методы лечения монахов. Загадки Бали. Раскрытие их. Омывание костей. Тайные ритуалы. Лицца кошмара. Проказа. Последние табу. Патусторонняя сила. Специальный репортаж о филиппинских лекарях. Последние табу. Смерть, как начало жизни. Раскрытие. Прах, прах. Путешествие, которое покажет вам новое измерение. Загадочный и таинственный мир, где до сих пор практикуются древние ритуалы. Азия. Мир неожиданного. Взлетим, как летучие мыши, и посмотрим на шокирующую Азию. Шокирующая Азия. Часть третья. Во власти тьмы. Вы когда-нибудь видели, чтобы после кремации человеческое тело оставалось узнаваемым? Все видели, как женщины кормят грудью своих детей. Но чтобы женщины кормили поросят? Слышали, что татуировки могут улучшить вашу сексуальную жизнь? Прокалывать уши вошло у нас в привычку. Но другие места. Мы расскажем вам, каким образом зарабатывают школьницы, когда у них заканчиваются карманные деньги. Вы увидите, как люди поют под караоке, демонстрируя не только свой голос. Сексуальные извращенцы идут своей дорогой. Вы знаете, куда. И где собираются трансвеститы? Это он или она? Каким образом привлечь внимание этих девушек? Вы наверняка видели скачки на лошадях. А скачки на буйволах? Тайские солдаты показывают свой способ поддерживать форму. Парады самбо. Парады самбо – обычное явление в Бразилии. Но в Японии? Шокирующая Азия. Часть третья. Документальный фильм, который покажет вам темную сторону человеческой души. Мы гарантируем, здесь вы увидите только реальные факты. Узнайте о мире чуть больше. Шокирующая Азия. Часть третья. Во власти тьмы.